Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня перед днем благодарения в США у нас есть возможность сфокусироваться на американской статистике. Ее будет очень много, по сути все самые важные релизы этой недели будут сосредоточены в рамках одной торговой сессии. Мы ждем в 13.30 по GMT первичные заявки на пособие по безработице. Уже некоторое время мы уделяем этому релизу довольно-таки значимое внимание, потому что понимаем, что рынок очень остро реагирует на ситуацию на американском рынке труда. Это на самом деле правильная реакция, потому что рынок труда это какая-то производная, которая позволяет оценить именно будущие показатели инфляции, потому что чем крепче рынок труда, тем соответственно выше потребительская активность. А инфляция влияет на позицию американского регулятора касательно монетарной политики, что в свою очередь формирует уже тренды и курсы американского доллара. В общем, в 13.30 по GMT ждем первичные заявки на пособие по безработице. В это же самое время выйдет отчет по заказам на товары, деятельного пользования. Далее в 15.00 по GMT мичиганский индекс доверия потребителей и под закрытие торговой сессии относительно. Под закрытие в 15.30 по GMT ждем еще отчет от администрации энергетической информации США по запасам нефти. До всех этих релизов хочу обратить ваше внимание еще на пресс-конференцию главы Резервного банка Австралии Мишель Болк. Она состоится в 8.35 по GMT уже относительно скоро. За австралийским долларом мы наблюдаем, поэтому если вам нужна волатильность, вы по ней соскучились касательно австралийского доллара, сегодня ее риторика и определенные заявления по стабильности рынка труда и оценке инфляционных рисков могут стать источником довольно неплохого движения этого финансового актива. И я, собственно, как и раньше настраиваюсь на то, что австралийский доллар сможет выйти на новый локальный максимум. Тем более, что ранее мы уже заработали на лонговых сделках по этому активу и сейчас сохраняем эти длинные позиции, ориентируемся на то, что пара австралийцев против доллара сможет подобраться к сопротивлению 0.67. Давайте по порядку. Индекс доллара текущей котировки 103.47. Вчера весь фокус внимания рынка был направлен на протоколы последнего заседания американского регулятора. Но учитывая то, что мы какой-то интересной динамики доллара так и не увидели, я думаю, что даже без анализа этих протоколов можно сделать вывод, что они не оказали никакого эффекта на рынок, потому что не привнесли на него ничего нового. Как и два месяца назад элита, скажем так, руководство Федрезерва расколота. Часть из всех голосующих членов считает, что политика должна оставаться жестко, потому что инфляция все еще существенно выше целевого ориентира. Кто-то считает, что политику нужно уже корректировать или, по крайней мере, нужно признать, что в дальнейшем ужесточение денежно-кредитной политики вообще нет никакой необходимости. Но я хочу как бы внести определенную лепту, хочу отметить, что все-таки эти протоколы, это, как ранее уже с моей стороны комментировалось, это тезисы того заседания, которое состоялось в начале этого месяца, то есть до выхода данных по инфляции. Поэтому, наверное, может быть и неправильно было с нашей стороны рассчитывать на то, что протоколы смогут стать каким-то серьезным интересным триггером для движения долларов. Я в целом сейчас уже не удивлен, что протоколы не оказали какого-то серьезного эффекта, но в то же время понимаю, что сегодняшняя торговая сессия может уже немного добавить драйва на рынок, потому что сегодня очень много актуальных макроэкономических отчетов, на которые стоит обязательно обратить внимание. Но, к сожалению, по прогнозам, если мы сейчас пробежимся по всем этим отчетам, по первичным заявкам на пособия по безработице, ожидается, что количество обращений составит 230 тысяч. Ранее пришли к выводу, что 230 тысяч – это уже уровень, когда можно говорить о каком-то ухудшении ситуации на рынке труда. Заказы на товары длительного пользования в прошлом месяце могли снизиться на 3,1%. Очень сильно контрастируют с показателем двухмесячной давности, когда рост составил 4,6%. Мичиганский индекс, я думаю, что значение будет прежним – 60,4%. В целом, как уже было отмечено, такой осадок от этих макроэкономических данных скорее останется негативной. Что снова заставит рынок вариться в котле идеи того, что если все-таки американская экономика может оказаться в какой-то экономической турбулентности и переживать непростые экономические времена, если ФРЭС заиграется все-таки с высокой процентной ставкой. Я знаю, что многие сейчас эту тему активно взращивают, потому что ожидают, что американская экономика, ее не ждет мягкая посадка. Посадка будет довольно жесткой. Но пока на эту тему я предлагаю дискутировать. Все-таки должно пройти еще очень много времени. Это уже разговоры 2024 года. Аналитики сети считают, что тот тренд, который сложился на рынке облигаций, то есть снижение их доходности, будет продолжен, что в конечном счете приведет к еще большим потерям для индекса доллара. И их ожидание – это снижение этого инструмента ниже 100 пунктов. У нас пока цель закрепиться ниже поддержки 103. И я думаю, что сегодня с учетом содержания экономического календаря будут для этого все условия. Золото, друзья, мы достигли нашего целевого ориентира 2000 долларов за тройскую унцию. Всех вас с этим поздравляю. Довольно, на мой взгляд, очевидное было направление для рынка драгоценных металлов, потому что мы всегда смотрели за доходность американских трежерис. И не купить золото нельзя было, когда так сильно валились показатели доходности десятилеток. Сейчас доходность составляет 2,42%. Это минимальный показатель с конца сентября. Что будет золотом дальше? Если полагаться на текущий фундаментальный фон, он, как вы понимаете, не изменился и все еще подсвечивает возможности дальнейшего роста. Тем более, что рыночный сантимент тоже особо не изменился. Толпа трейдеров 73% находится в продажах. И я допускаю, что рост золота может продолжиться. По другим финансовым инструментам евро и британскую валюту против доллара пока трогаем, потому что эти активы не очень такие интересные с точки зрения содержания национального афона, связанного с Европой и Англией. Австралийский доллар здесь идет точно впереди. И здесь мы делаем акцент на протоколы, которые вышли в ходе азиатской сессии, вчерашней торговой сессии. И, собственно, эти протоколы поддержали нашу идею того, что Резервный банк Австралии все еще настроен на то, чтобы снова повысить ключевую процентную ставку. То есть руководство Резервного банка Австралии видит риски вселения инфляционного давления. В принципе, наверное, что-то в этом есть. И, соответственно, если эта риторика не изменится в ближайшие недели, то по итогам этого года, под закрытие года, Резервный банк Австралии может выкатить еще одно решение по расуставке на 25 базисных пунктов. Сегодня, как я уже отметил, очень скоро пройдет выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок. Много раз она уже комментировала прогресс на национальном рынке труда. И мы знаем, что чем лучше чувствует себя рынок труда, тем, соответственно, больше предпосылок для усиления инфляционного давления. Если риторика Буллок будет сегодня точно такой же, как та, с которой мы ознакомились месяц назад, то допускают, что австралийцы против доллара сегодня соберется силами и попробует протестировать сопротивление 0,60 на 6. И рынок нефти 82,50. Чуть повыше мы уже забрались. Ждем по-прежнему заседания ОПЕК. Напомню, что предварительная информация, которая поступает на рынок, это все-таки забросы спекулянтам, инвесторам, трейдерам, что страны ОПЕК могут согласовать дополнительное сокращение производства нефти, либо Саудовская Аравия возьмет на себя всю ответственность за будущую латильность и сообщит о том, что продлевает добровольное сокращение производства до весны или до конца следующего года. Снова повторяю, что любой такой сценарий – это позитивный фактор. И хочется подловить вот еще одну волну активных покупок, в результате чего бренд потенциально может закрепиться выше 85 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!